Я попала на выставку Саши Трифонова в галерею на Каширке. Там было представлено 100 его картин, и выставка называлась «Конец идеологий». И меня тогда просто потрясла эта выставка. Я открыла для себя этого молодого художника. У Саши Трифонова свой мир. Там у него была своя Мадонна. Мы знаем Мадонны, какие у нас в живописи есть в мировой. Там Мадонны Тициана, Рафаэля. Леонардо да Винчи, Эль Грека, нашего Петрова Водкина. А у Саши картина называлась «Право на репродукцию». То есть он сделал свою репродукцию этих всех Мадонн и создал свою Мадонну. И мне понравились сами цвета его картин. Во-первых, Саша проходил службу военную в театре армии. И вот эта театральность пришла в его картины. Фон всех картин был в основном черный. Можно сравнить еще его картины с квадратом Малевича, с черным квадратом. Но там у Малевича как бы жизни нет. Она вся во мраке, в темноте, ничего не видно. А у Саши это как бы оживший такой экран, где мы видим жизнь. Я стал с интересом разглядывать эти совершенно новые для меня картины, совершенно новую для меня живопись. И чем больше я в нее погружался, тем как-то мне становилось все интереснее и интереснее. И потом я вдруг встретил портрет писателя Кувалдина. И я понял, что здесь тропочка от Кандинского. Потом я обратил внимание на красного быка. И понял, что здесь тропочка от Матисса. Красное плоскостное изображение. И так я внимательно-внимательно прошел по залу один раз, другой, третий. И понял, что этот молодой художник не на пустом месте возник. Что он отлично знает и Кандинского, и Шагала, и Модельяне, и Пикассо, и черный квадрат Малевича. Это особенно чувствовалось. Поэтому называлась выставка «На сцене вечности». Потому что Малевич первый дал это ощущение вечности в черном квадрате. И я поймал себя на очень интересном моменте, на очень интересном ощущении. Да, вот я хожу, смотрю картины, экзаменую их, анализирую. И в это же время эти картины экзаменуют, анализируют меня. Готов ли я к новому? Готов ли я к восприятию вот этого нового языка, который нашел этот молодой художник? Нашел эту высшую реальность, вторую реальность, которая на самом деле и является главной реальностью. Ибо она обнажает суть вещей. И вот это ощущение, когда картина экзаменует тебя, впервые в жизни возникло у меня на выставке молодого художника Александра Трифонова в Академии художеств России. С изобретением фотоаппарата реализм в живописи умер. Ты должен создать свой неповторимый мир. Ты должен создать свой имидж, чтобы тебя за километр отличали. Вот идет художник Александр Трифодов. Но я ему подсказываю иногда. Знаешь, Саша, вот если ты нашел что-то в своих первых работах, ты не отказывайся от тех мотивов. Ты найди место в новом ракурсе, в новых полотнах. И он это делает. И поэтому у него замыкается целый эллипс его творчества. Потому что я сам так работаю. Если я писал первые рассказы, первые повести, то те мотивы у меня так или иначе в новом ракурсе, в новых образах повторяются в новых произведениях. Естественно, здесь приходит еще мастерство и плюс твой опыт. От этого твои вещи становятся более углубленными и менее доступными для широкого слоя публики. Чем ты больше развиваешься, тем чем ты больше и тоньше создаешь свой мир, тем ты дальше отдаляешься от широкой публики. Тебя понимать начинают единицы. И пушкинское «ты одинок, творец и не слушай народ» – это совершенно верная постановка вопроса. Потому что художник истинный, он всегда идет ввысь, он всегда идет вдаль. И знаменитая фраза, что не Гоголя нужно опускать до народа, а народ должен подниматься до Гоголя – вот в чем сердцевина искусства. В детстве Александр Трифонов жил в доме Волошина в Коктебеле. Держал в руках его акварели. «Будь прост, как ветер, неистащим, как море, и памятью насыщен, как земля. Люби далекий парус корабля и песню волн, шумящих на просторе. Весь трепет жизни, всех веков и раз, живет в тебе всегда, теперь, сейчас» – писал Максимилиан Волошин. И Александр Трифонов руководствуется этим заветом в своем творчестве. Картина должна, наверное, кричать, мне кажется, все-таки, чем-то… Ну, в общем, лучше кричать, чем угнетать, конечно, да, потому что есть картины, которые давят очень. Хотя каждому периоду свойственно… Я замечаю, вот у тебя картины все-таки, они меняют от темного, постепенно переходят, да, цвет. Ну, это как Шагал говорил, что он 80 лет чувствовал себя моложе, чем тогда, когда ему было 30. Потому что в 30 лет он рисовал грустные эти витебские дворы, что-то там… А чем он старее становился, тем его картины были более яркими, жизнерадостными. Там, «Коза в небе», такое. То есть это присутствует у художников, может быть, у меня так же, что я в 80 лет буду чувствовать себя веселее, чем в 20. Сумерки с утра, обморок метро, Вынырнешь, а там, там уже светло, И снова целый день дела, И телефонный звон вокруг, Сотрудниц, модные тела, Компьютер, самый лучший друг, И электронных новостей Неизвлеченная игла, Чай, кофе, день рождения чьей-то Зимние дела. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»